Германия, боец подлодок, как мы выяснили, у нас Соединенные Штаты больше пугает наш Виктор Леонов. Это тот самый, который разведывательный корабль. Он сейчас во Флориде и на американском телевидении. Легкая паника. Сегодня сверхтехнологичный российский корабль-шпион движется к восточному побережью США. Сотрудник Министерства обороны США сообщил нашему телеканалу, что судно под названием Виктор Леонов Несколько дней назад покинуло Тринидад и Табага. И несколько дней назад его видели у Доминиканской республики. Источник также сообщает нам, что это судно уже было у восточного побережья США. Вблизи нашей военной инфраструктуры, такой как мыс Канаверал, где проходят подводные операции. Кингсбейс, Джорджии, где базируются ядерные подлодки. Норфолк, это самый большой военно-морской комплекс в мире. И новый Лондон в Коннектикуте. Еще одна большая база наших ВМР. Что на этот раз будет искать Леонов? Возможно, он будет пытаться перехватить переговоры нашей разведки, получить любые данные, которые получатся. Также они попытаются отследить американские подлодки. Появление Леонова происходит на фоне увеличения Путина морских и воздушных операций по всему миру, зачастую с провокациями. Это опасная игра, которая напоминает фильм «Охота за красным октябрем». Если капитан корабля или пилот самолета ошибется в расчетах и откроет огонь по противнику, то что будет с этого иметь Владимир Путин? Таким образом, Россия хочет напугать, создать атмосферу страха. Возможно, она будет использовать этот страх как рычаг. То есть, если наш разведывательный корабль распрекрасный у берегов Флориды — это опасная игра и просто одно нажатие кнопки до войны, то беспилотники над Донбассом, фрегаты Соединенных Штатов в Черном море, каждый день они облетают нас вокруг Прибалтики, нашу Калининградскую область, летают вдоль границы абсолютно везде, а залетают на наш севера — это вообще не опасная игра. Это, наверное, нормальная игра. А наш корабль у Флориды, Тринидад и Табаго и Доминиканской республики — это опасная игра. Я что-то не понимаю. Ну да, логика примерно такая. Эти коварные русские, смотрите, их корабль шпионит возле наших берегов. Мы, конечно, сами никогда не делаем. Да, шпионит, и что? Никогда не делаем. Ну вот коллеги говорили о том, что нас НАТО рассматривает как противник. Почитайте, пожалуйста, внимательно, например, ядерную доктрину, либо стратегию нацбезопасности США, которая, естественно, играет первую скрипку в НАТО. Так вот, там мы записаны как экзенциальная угроза. Это невероятный противник, а именно угроза. Коллеги говорили о том, что мы нагнетаем. Вот Якуб говорил о том, что русские танки придут в Варшаву, потом придут в Берлин. Вот вам пример самой простой, самой актуальной нашей миротворческой инициативы. Соединенные Штаты, подожди, Якуб, можно я пример приведу? Обороняться с их помощью, вы не будете. Соединенные Штаты Америки выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Естественно, подставляя в первую очередь Европу таким образом. Что делает наш президент? Говорит коллеги, мы прекрасно понимаем всю эту военную риторику, напряженную атмосферу. Давайте в мораторий вместе с нашими американскими, европейскими коллегами на размещение этих ракет в Европе подпишем. Что делают американцы и европейцы? Они отмалчиваются на каждый наш мирный шаг, который свидетельствует о том, что мы не хотим развязывать войны. Мы наоборот против всяческих провокаций. Еще один пример. Подобного рода сюжеты, как мне кажется, связаны еще не только с попыткой расплатить тему угрозы со стороны России. Приведите в пример, коллеги, 13 тысяч погибших. Вот они, какие примеры надо приводить. Чего вы из себя разыгрываете миротворцем? Донбасс приведите в пример, который вы даже официально отрицаете в свою участие. 13 тысяч погибших украинцев. Вы не накричались? Можно я закончу? Никита, вы не накричались? Самая неролюбивая страна в очередной раз увеличивает свой военный бюджет на десятки миллиардов человек. Вы никогда не будете воевать за ферликом, кто сильнее вас. Вы зачем кричите? Мы с вами не воюем. Конфликта НАТО, США, никогда не будете воевать с Китаем. Вы с вами не воюем. Во-первых, отдельные районы Донецкой и Луганской области это ваши комплексы. А мы признаем ДНР и ЛНР. История рассудит. А здесь простые примеры. Значит, в моей стране ДНР и ЛНР население считает странами. В вашей стране, как хотите. Кто считает? А дальше? А президент не считает? Просто про НАТО. Про НАТО. Слушайте. Президент не считает? У нас не обязательно, представьте, как у вас соглашаться с президентом. Представляете? У нас нет диктатуры. У нас свободная страна. И завтра огромные, огромные толпы журналистов придут и зададут вопросы президенту. Какие захотят? Любые. Представляете? В нашей стране, которой вы раскрасневшись считаете каким-то мордором. Там был хоть один российский? Там были украинские. Один российский будет? Ну, пригласил. А украинский будет? Приезжайте. Как так? Вас пригласил президент. Приезжайте. А сколько выдворили журналистов после того, как ваш президент пригласил? Два. Сколько? Два. Так что приглашение вашего президента плюнуть и растереть не стоит ничего. Пожалуйста, господин Олегник. Вы знаете, вот такой перепух, я думаю, он правильный с точки зрения того, что они понимают, что Россия сегодня постепенно набирает обороты. Я бы им рекомендовал бы не только сухие пайки давать, но и памперсы на всякий случай. Потому что вот с куком была ситуация стревожная. Они не ожидали, что в России есть технологии, которые заглушат моментально всю радиосвязи. Они, опа, а что это такое было? Да, это и Советского Союза технологий, и уже новые разработки России, и Россия набирает обороты. Пока был Советский Союз, они не хотят себя более скромным. Сейчас они как-то хозяевами чувствуют. Поэтому и Китай, и Россия, и Индия, и Брикс все будут ставить американцев на месте. Ребята, надо жить договариваясь, а не диктуя так, как вы хотите. Давайте посмотрим, кто более агрессивный, Россия или Соединенные Штаты. В течение десятилетий Соединенные Штаты делали мир невообразимым или недостижимым. Мы нормализовали войну. США предприняли больше вооруженных интервенций после окончания Холодной войны, чем во время нее. По данным исследовательской службы Конгресса, более 80% всех приключений страны за границей с 1946 года приходились после 1989 года. И мир заметил. В частности, Россия воспользовалась позицией США в качестве оправдания для собственных вторжений в Грузию и на Украину. Однозначно правильно. Смотрите, это Вашингтон-Пост пишет, что мы воспользовались оправданием вторжений в Грузию. Если Европейский парламент в своей резолюции признает, что Саакашвили виновен в грузинском конфликте и что он начал агрессию, почему они это пишут до сих пор? Почему? В Грузии наша агрессия была точно такой же, как и на Украине.